Ку-ку, ёпта! Да это... Я тут сидел полчаса, думал, на какую тему ролик запилить. Знаешь, в голове всё так кружится, и не знаю, с чего начать. Там и про питание хочется, и про жёсткий фанатизм, как его выявить в себе в первую очередь. И про отношения к той же концепции общественной безопасности, потому что всё там не так уж просто, что это тоже пропаганда. Про мои отношения к Рону, Хаббарду и тому подобное. Ну, короче, так как я и не знаю, на чём остановиться. Знаешь, что книгу хочется обсудить 451 градус по Харенгейму. Э, ты куда застыл? Это... Ку-ку. Это... Я тут, короче, в комментариях уже второй раз спрашиваю. Расскажи лучше, что ты за музло слушаешь. Да, короче, начиналось всё, как у всех, наверное, американская дискотека в 95-96 год. Ну, короче, бред помни. То даже не музыка. Это так, чисто звуки. Вот, а потом что-то... Ну, так как-то получилось у меня, что я начал слушать Арию. Видишь, тогда же не было интернета, и кассеты надо было за деньги покупать. Поэтому сильно так уж особо не разгонишься. Вот, поэтому... Короче, слушал я Арию. Ну, такое там... Iron Maiden немного, Metallica. Ну, всё, совсем понемногу. А вот, а потом... Потом как-то Короля Шута я слушал. Ну, бред, конечно, но зато весёленький, такой позитивный, инструментальный, даже такая гэц-гэц. Под гитарку можно попеть гражданскую оборону. Вот потом как-то так было время, у нас с папиком там один чудак делал ремонт, вот, и он такую музыку интересную слушал. Ну, тогда я не слышал Lacrimosa, Therion, или Therion, как-то у него по-разному вот, Nightwish. Ну, я не знаю, у меня, допустим, Lacrimosa, Therion, Therion, вообще так, конкретно так, пристегнули, я бы сказал, на долгое время. Вот. Как бы уже сколько лет? 12, наверное, прошло. Вот. И до сих пор меня как бы эти две группы привлекают. Вот. Ну, раньше, это на тот период, когда я только с этим узлом познакомился. Не в кем, а коктейль начал все делать. Чихнул. О. Короче, я считал, что электронная музыка это вообще отстой полный. У меня, короче, был друг, мы с ним постоянно аж чуть ли спорили до этого. у меня же эти слюни летели на стену, что я говорил, да это ты не музыку слушаешь, это просто одну кнопочку включи и все. Он говорит, а ты не понимаешь, ты тому подобное. Ну, потом, да, на самом деле, я был просто неправ. Я как бы, знаешь, повелся на авторитет своего папика, который сказал, то не музыка, вот это вот музыка, а то звуки. Там одну кнопку включил и все. Нет. И опять-таки, дело не в том, если бы мой папа именно послушал ту музыку. А папа-то у меня просто сказал какой-то там синтезированной синтетической музыке, а я даже не сделав какие-то такие определенные умозаключения, не рассмотрев этот вопрос более так глобально, всю музыку электронную подвел под одну гребенку и сделал вывод, что это все фигня. Чего не заделать, да? А вот. Ну а потом как-то нахуярились мы этого декстрометрофана, вернее этого син плюс, ну, там же декстрометрофан штрекает. И что-то дружбан у меня включил этот infected mushroom, это психоделическое такое, транс-психоделический. И знаешь, я тогда понял, что, блин, это не просто так, это не простая музыка. Вот. И с того момента я как бы к электронной музыке начал относиться по-другому. Вот. Ну вообще, как бы, у меня так вот нет чего-то конкретного. Мне, допустим, как и прежде, там нравится та же самая лакримоза. Немцы. Симфоническая такая, как я не знаю, готика это, или как это даже назвать. Как я знаю, все. Хагард. Там такой жесткий инструментал, металл. Крейдала Филс. Крейдала Филс мне нравится, знаешь, чем? Во-первых, там очень уникальный вокал. Как будто, знаешь, собаку за яйца держит, она гавкает в это время. Вот. Не, ну просто, если даже взять тексты данной группы и распечатать, то можно хорошо расширить свой словарный запас на английском языке. Во-вторых, если ты немного их подучишь и попробуешь на слух воспринять то, что он поет, то, что в этом гавкотении невозможно понять, что он поет, то, ну я не знаю, восприятие на слух иностранного языка ты себе лучше, короче, делаешь. Это. Не, ну сейчас я редко слушаю, но в целом, мне так и нравится. Сейчас в основном, ну если я там бегаю, чем-то занимаюсь, то это в основном там дабстеп какой-то. Это. Чилл-аут нравится. Вот если конкретно, вот Холт Бауман мне очень нравится. Orbital. Dead Mouse. Это. Из классики, вот я не знаю, недавно, ну недавно, это года три уже, как недавно. Это, набрало на такого Роберто Капачалья. Тоже, блин, зажигает, чувак. Рэп. Ну в целом, как бы, рэп я не воспринимаю. Вот, из рэпа, ну хотя, знаешь, с другой стороны, а Нагана меня слегка прикалывает. Он довольно-таки веселенький, темки этот, штопает. Нагана. Вот я не знаю, баста, я как бы так особо не слышал, но есть такие темы, особенно, по-моему, прощание, да, или прощальное. Такая, как бы, очень осмысленная, знаешь, как будто чувак именно осознал суть происходящего, что в мире происходит. Говорит, я прощаюсь с этим, и так далее. Вообще, не, из рэпа мне Listen To нравится. Как бы такая, знаешь, не, наверное, не популярная, не раскрученная группа. Они там напилили несколько, там, пару альбомов, ну, очень такие осмысленные треки. И музыка все-таки непростая. Попса, в целом, конечно, попса это отстой. Ну, я не, я не, я не ставлю, знаешь, так клеймо целиком на все. Здесь, конечно, и нормальная попса, ее, конечно, очень мало. Ну, так послушать можно. Это, шансон, ну, вообще, как бы, знаешь, шансон, если по-хорошему, то шансон это с Франции перекочевал, то есть французский шансон, он прикольный. Вот, а то, что у нас называют шансоном, это в перемешку блатным и нищим. Я не знаю, это музыка для быдла, для быдла, для дегенератов. Она просто, не, знаешь, ну, когда ты, конечно, слушаешь слова, они вроде бы не лишены смысла, но они не лишены смысла вот в том узком кругу, где находятся те самые люди, которые их слушают. Вот, поэтому, я не знаю, это даже не оспаривается, это просто музыка для быдла, все, короче, тут, тут я не буду говорить, а как ты думаешь, праза, может быть, там, может быть, я не прав, нет, я прав, это музыка для быдла. А вот, ну, может быть, там есть, конечно, там отдельные, знаешь, песенки какие-то, которые, ничего, ну, если так вот глобально взять, шансон у меня, а вообще, знаешь, фишка в чем, так вот интересно, короче, ну, вообще, вот, я все время, это постоянно говорю, приблизи, есть очень, очень похожее состояние, между тем, как человек находится в психотерическом трипе, ну, если в легком, и человек, который находится, я не знаю, на живом питании, ну, это если ему есть чем сравнить, если он обращает внимание вообще, как у него меняется восприятие, так-то может, в этом плане, не каждый может согласиться, короче, что я хотел сказать, а, ну, короче, ты живешь обычной жизнью, ты, в принципе, пересекаешься, да, с вот этим убогим, второсортным миром, который присутствует, ну, его как-то можно, либо ты, пока ты бухаешь, ты этого не замечаешь, потому что твое сознание, как бы затуманено, вот, когда ты, а если ты, допустим, хуйнешься кислотой, себя кислоты, то ты просто охреневаешь, ты смотришь на вот эту картину, думаешь, господи, боже мой, да для кого же все это пилится, вся вот эта музыка, я помню, сидишь под кислотой, вообще нереально телевизор смотреть, ты понимаешь, это, блять, бред для дебилов, вот, это, и ты даже, понимаешь, ни смешного, ни печального, вообще никакого не можешь найти, ты не можешь понять, на хрена, для кого и под кого это пилится, все ток-шоу, знаешь, есть люди, которые говорят, а я понимаю, что это бред, но все равно смотрю, так а зачем это вообще смотреть, знаешь, это, всякие там новости, так да какой хрень, если, если ты знаешь, что это все полная чушь, зачем забивать себе голову этим, это как бы, а, я просто отошел, сейчас договорю, короче, всякая хрень, типа, комедий клап, макс плюс 100 500, дешевая вот эта, попсень, шансон, кажется таким глубоким и бредом, для убогих людей, я понимаю, что самое интересное, что, вот честно, в целом, как бы шансон, это для быдла, вот, но быдло, это не те, это не, быдло, это не обязательно, знаешь, человек, который, у быдла может быть даже, лексус, ну, в принципе, что там говорить, он наши президенты, которые, не знаю, как сейчас, но вот эти, которые с позором сбежал из нашей страны, ну, это же быдло, бля, поэтому, понимаешь, наличие денег никак не влияет на то, что ты быдлая или нет, а, и, короче, был Новый год, и, короче, в хате, это, пересеклись две несовместимые культуры, алканавты и психанавты, ну, психанавты, это те, короче, которые, ну, ты понял, кислоту, короче, юзают, вот, короче, психанавты не бухают, а алканавты, соответственно, не юзают кислоту, это, и тут получается, что, нас шибет по-жесткому, и эти алканавты начинают включать телевизор, включать лепса, понимаешь, на сыроедении, к примеру, такого нет, ты можешь контролировать, абстрагироваться, вообще не оценивать, не взвешивать, если есть какая-то негативная фигня, такой жесткий фаерволл стоит, короче, нормально, а под кислотой, я там падал на пол, я плакал, я умолял, выключите, пожалуйста, я не могу слушать этот бред, я сейчас просто сойду с ума, вот, я не знаю, это невозможно, понимаешь, ты, короче, я не пойму, когда можно все дело слушать, а, слушай, я, короче, этот трек, был тут на пляже, короче, в кафешке, тут, я не знаю, этот бармен просто бог, короче, этого музыки, ну, или бармен, или кто, как там это все дело называется, я ему подхожу, слушай, братишка, кинем на этот, на плеер музла, а то я, слышишь, стреляют, а то, короче, мне так твоя музыка понравилась, а он такой говорит, да нет, бразы, не могу, говорит, у меня, рец, промо-диджи, короче, качает музло напрямую, ну, я вот там, трек выхватил, как называется, короче, дай я тебе он этот, в описании ссылку оставлю, блин, послушай, я не знаю, меня так вообще приколол, под такой трек, и просто ходить, и мечтать, и бегать, и, я не знаю, там, заниматься какими-то там, разными упражнениями, ну, короче, трап называется стиль, я раньше даже не знал, что он такой, что такой стиль есть, я вообще, как бы, в этом плане, такой, не сильно прогрессивный, если честно, так вот, что-то понравилось, слушаю, короче, нету, что-то конкретного, сказал, да, челлаут, челлаут, психоделика, короче, как-то так, все, все сказал, по-моему, ничего не забуду, Субтитры сделал DimaTorzok